Социальная поддержка южноуральцев во многом держится на плечах НКО. В переломные моменты эти организации оперативно предоставляют помощь. Так было в период самоизоляции и повторилось с началом специальной военной операции. На Донбассе активно работают волонтеры благотворительной общественной организации «Пища жизни», которые обеспечивают людей горячим питанием. Я просто видел их работу непосредственно на Донбассе, в Волновахе. Восхищаюсь самоотверженностью наших добровольцев, которые в условиях постоянных обстрелов поддерживают мирных жителей, представляют им плечо. В регионе финансирование некоммерческих организаций ежегодно увеличивается. Всевозможные программы, гранты и дополнительные средства позволяют маленьким сообществам развиваться до областных масштабов. Чтобы успешно продвигать свои проекты, НКО должны работать с опорой на запросы тех, кто нуждается в помощи. Есть сейчас запрос о гуманитарной помощи, о помощи вообще военнослужащим, жителям в те районы, где у нас проводится СВО. Соответственно, люди подключаются, распарывают дубленки, покупают пряжу, делают носки. Именно общественные организации, они как раз тот движ создают, который помогает органам исполнительной власти все-таки обеспечить все необходимое. В кризисные моменты НКО не сокращает, а напротив расширяет штат для большего охвата социальной помощью. Это создает проблему нехватки кадров. Шестой Южноуральский гражданский форум собрал ведущих региональных и федеральных экспертов, чтобы предложить выход. Мы собрались, переговорил я со своим партнером Алексеем Захаровым в Суперджобе, и мы приняли это решение. Мы удовлетворяем вот эту потребность, чтобы НКО не нуждалось во всяком случае в деньгах на то, чтобы оплачивать услуги Суперджоба. У вас будут здесь сертификаты. В ближайшие полгода они… То есть мы сейчас уже начнем это делать, и в ближайшие полгода мы будем это поддерживать. Дальше посмотрим, подведем итоги. В качестве мотивации молодых талантов грантовую поддержку в этом году впервые смогут получить активные дети от 14 до 18 лет, а также группы, помогающие мобилизованным землякам. Регион планирует поощрять также проекты иностранных студентов, если их идеи будут реализованы на территории области. Чтобы восполнить кадровый дефицит, будет также проводиться работа со школьниками и студентами. Наталья Шмахметова, Владислав Шашмаренков, Урал-1.